Рада приветствовать всех юных разработчиков игр в Scratch. И в нашем очередном уроке мы создадим музыкальную игру-забаву Код Диджей. Сразу скажу, что все, кому не нравится Код или он уже надоел как основной персонаж, можно выбрать любого другого персонажа. Это будет не Код Диджей, а кто-то там другой. Можно назвать свой проект как-нибудь по-другому, например, музыкальная гостиная или плеер. Кроме того, этот проект может являться частью любого другого проекта. И поскольку мы просто учимся программировать, мои проекты небольшие, но ты сможешь соединить этот проект с какими-то своими другими играми. И наш урок будет состоять из нескольких частей. В первой части мы рассмотрим пример и постараемся запомнить сценарий игры, сценарий этого проекта для того, чтобы потом приступить к его программированию. Мы постараемся это делать именно на уровне запоминания, поэтому постарайся быть внимательным, записывать ничего не будем, но если тебе потребуется что-то записать, возьми лист бумаги, карандаш и помечай самое важное, чтобы ничего не забыть. Ну что, перейдем в Scratch и посмотрим пример. Ссылку на этот пример я оставлю под видео, и поэтому ты сможешь тоже пройти по этой ссылке и посмотреть пример этого проекта. Вот наша игра на сайте Scratch, и мы видим, есть описание. Кликни по флажку и слушай инструкции DJ, читай комментарии в коде, выполняй задание, делай ремиксы еще лучше. Мы будем полностью создавать новый проект по образцу, поэтому для того, чтобы узнать, как он устроен, мы сейчас нажмем на флажок и выполним инструкции DJ, как нам предложено. Итак, нас приветствует кот, говорит, что он крутой DJ и предлагает выбрать трек и послушать музыку. И понятно, мы видим здесь кнопки с именами треков, трек 1, трек 2, трек 3 и еще две дополнительные кнопки, которые, если навести на них мышку, сообщают о том, что они делают. Вот эта кнопка означает сыграть случайный трек, а вот эта играть все треки подряд. Даже если непонятно, что это значит по-английски, мы можем увидеть инструкцию. Итак, прежде чем заглянуть в код, мы делаем первые выводы. В сценарии нашей игры имеются следующие спрайты нашей персонажи. Это код, это кнопки для того, чтобы проигрывать каждый из треков. Эти кнопки нам придется нарисовать, и это каждая кнопка, отдельный спрайт сейчас увидим. И еще две кнопки для специальных функций. И еще есть компонент громкость, мы его добавим. Перейдем внутрь кода, и видим действительно у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 спрайтов. Смотрим на сцене. 1, 2, 3, 4, 5, 6 спрайтов. Мы все эти 6 спрайтов заготовим сейчас. И еще вот этот компонент громкость, я научу с ним работать. И чтобы ее регулировать, мы добавили еще специальную переменную. И фактически здесь выводится значение переменной, которая может меняться от 0 до 100. Это означает громкость звука. В начале у нас стоит 50, и громкость звука задается в скрипте кота. Еще раз запоминаем. У нас есть 6 спрайтов. Или 5, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6 спрайтов. У нас есть переменная громкость. Еще есть какая-то переменная номер трека. Но когда мы до нее доберемся, я еще раз о ней скажу. Наш сценарий будет заключаться в том, чтобы реализовать скрипт для кота диджи, который приветствует, говорит, что он крутой диджи, и дает инструкцию. При этом он еще двигается, а потом перестает двигаться. Далее для кнопок трек 1, трек 2 и трек 3 у нас тоже написаны скрипты. Те, кто самые любопытные и смелые, можно читать все комментарии. Здесь они подробно все описывают. И каждый скрипт предназначен для того, чтобы проигрывать конкретный трек. То есть когда мы кликнем мышкой по этой кнопке, у нас будет играть музыка. Но сейчас я это сделаю. И вот ты заметил, наверное, когда я нажимала на отдельную каждую кнопку, начинал звучать другой звук. То есть выключался предыдущий, включался следующий. И в процессе проигрывания можно было изменить громкость. Сделать громче или тише. Я успела сделать только тише. У меня треки специально короткие, для того, чтобы быстро можно было все посмотреть. Ну и наконец кнопки. Рандом сыграть случайный трек. То есть мы тоже можем нажать на эту кнопку. И будет играться случайный трек. Если я еще раз нажму, то скорее всего будет какой-то другой трек. Вот я порегулировала громкость. И действительно выбрался какой-то другой. Но эти все подряд. То есть сначала сыграется первый, потом второй, потом третий. Я уже запускать не буду. Вот такой достаточно простой сценарий. У каждой кнопки свой функционал. И когда мы будем реализовывать каждый скрипт, мы будем, конечно же, подсматривать. Я жду тебя в следующей части урока, где мы подготовим все спрайты, нарисуем необходимые кнопки, выберем кота.